Вот такие аппетитные баклажанчики получились, друзья! Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Любите ли вы баклажаны так же, как любит их моя семья? Сегодня мы с вами приготовим баклажаны на зиму по-грузински. Будет очень вкусно, мы уже продегустировались с семьей. Ссылочку на видео, в котором дегустируем, оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш Мукбанк канал, дегустируйте вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочку оставим внизу в описании. Переходите, знакомьтесь. Совсем недавно мы переехали в Турцию и вещаем уже из нашей турецкой квартиры. Кому интересно, добро пожаловать! Будем рады видеть каждого из вас. Ну, а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие баклажаны на зиму по-грузински. Мы начинаем! Итак, друзья, сегодня мы с вами готовим баклажаны по-грузински на зиму. Для этого нам необходимо сначала вскипятить воду. Наливаю в кастрюлю воду в произвольном количестве. Нам необходимо, чтобы наши баклажаны в нарезанном виде были полностью погружены в воду. И их мы будем бланшировать в течение пяти минут. Кастрюлю отправляю на плиту на максимальный огонь до закипания. Среди продуктов нам сегодня понадобятся баклажаны, болгарские перцы и острый стручковый перец. Шесть вот таких достаточно крупных баклажанов у меня получились весом 1,8 кг. На такое количество баклажанов я беру 700 грамм сладкого красного перца и стручковый острый перец по вкусу. Он у нас мега острый. Я возьму буквально пять штучек, этого будет достаточно. Мы любим острое, а вы ориентируйтесь по своему вкусу. Также нам потребуется чеснок. Мы возьмем две головки общим весом в неочищенном виде 130 грамм. Для начала нам с вами необходимо нарезать баклажаны. Срезаем несъедобную часть. Вот эту юбочку тоже убираем. Все остальное режем кубиками. То есть баклажан я сначала прорезаю пополам. Дальше еще раз пополам. И нарезаю кубиками стороной примерно 2 сантиметра. Вот такие кусочки у нас с вами получаются. Таким образом сейчас нарежу полностью все баклажаны. Затем покажу, что делать дальше. Баклажаны я все нарезала. Вот такое количество у меня получилось. Ждем, когда закипит вода. Итак, друзья, вода у нас закипела. В кастрюлю отправляем баклажаны. Придавливаем вот так палкой. Утапливаем баклажаны полностью в воде, чтобы они оказались. Засекаем ровно 5 минут. Можно закрыть крышкой. Периодически я открываю крышку. И вот так баклажанчики наши утапливаю. Чтобы верхние баклажанчики тоже оказались в воде в итоге. Итак, друзья, прошло у нас 6 минут. Отключаю газ. Баклажаны опять стали закипать. То есть с момента, как я баклажаны закинула в воду, у меня прошло ровно 6 минут. Больше не нужно, иначе наши баклажаны потом могут превратиться в кашу. Все, теперь нам необходимо баклажаны откинуть на дуршлаг. Итак, друзья, баклажаны у нас готовы. Я их откинула вот так на дуршлаг. Пока убираю в сторону, они будут ждать своего часа. Далее на очереди у нас болгарский перец. Болгарский перец разрезаю пополам. Удаляю семена, плодоножку и перегородки. Точно так же проделываю со всеми оставшимися болгарскими перцами. Дальше болгарский нам необходимо нарезать крупно. Так, чтобы их легко было измельчить блендером. Нам необходимо болгарский и острые перцы измельчить. Либо в блендере, либо через мясорубку пропустить. Вот на такие крупные кусочки разрезаю болгарский перец. Точно так же сейчас поступлю со всем оставшимся болгарским перцем. Затем покажу, что делать дальше. Итак, болгарский я весь нарезала. Далее беру чашу блендера и порционно не сразу весь болгарский, потому что не поместится. Если у вас блендер большой, то это, конечно, удобнее. Вот так порционно помещаю в блендер. Подключаю моторную часть и измельчаем. Перемолотый болгарский перец отправляем в кастрюлю, в которой только что бланшировали баклажаны. Дальше продолжаем проделывать ту же самую процедуру, пока у нас не закончатся болгарские перцы. Сюда же к болгарским перцам я отправляю острые перцы, удалив лишь вот этот хвостик. Разделю перчик пополам, чтобы легче было перемалывать через блендер. Чашу блендера снова закрываем и перемалываем. Итак, друзья, перцы я все перемолола. Дальше перцем добавляем 100 миллилитров растительного масла. Полностью все ингредиенты мы также напишем внизу в описании под этим видео. 100 миллилитров 9-процентного уксуса. Одна столовая ложка вот с такой горкой соли. И одна столовая ложка сахара. Все хорошо перемешиваем. И отправляем наш соус на плиту на максимальный огонь до закипания. Итак, соус поставили на плиту. Зажигаем максимальный огонь и дожидаемся закипания. Варить будем на среднем огне в течение 10 минут. Следите за тем, чтобы соус постоянный, немного кипел. Тем временем, пока у нас с вами варится соус, мы займемся чесноком. Я вам покажу сейчас лайфхак, как легко и быстро почистить чеснок. Освобождаем, значит, от внешней шелухи чеснок. Делим его вот так на зубчики. Чеснок отправляем в чашку какую-нибудь глубокую. Итак, соус нам закипел. Хорошенько его перемешиваем. Уменьшаем газ и закрываем крышкой. Засекаем 10 минут. Итак, чеснок я весь начистила. Далее делаем следующее. Берем кипяток. Заливаем чеснок так, чтобы он полностью был погружен в кипяток. Буквально 4-5 секунд. И воду мы сливаем. Больше держать чеснок в воде не нужно. Иначе он может свариться. А дальше, смотрите. Раз, два. Буквально за три движения руки мы очищаем чеснок. Видите, как легко и быстро очищается чеснок. Пользуйтесь таким лайфхаком. Мне тоже в прошлом году посоветовал кто-то из зрителей. Это очень удобно. Очень получается быстро. Не нужно огромное количество времени тратить на очистку чеснока. Вот буквально легким движением руки все идеально сходит. Сейчас полностью начищу чеснок, затем покажу, что делать дальше. Все, друзья, чеснок я весь начистила. Все вот эти кончики, болячки какие-то все посрезала. Теперь нам необходимо хорошо чеснок промыть. Чеснок промыла. Далее беру опять чашу блендера. Можно пропустить чеснок через пресс, но через блендер будет быстрее. Помещаем. Закрываем. Подключаем моторную часть и перемалываем чеснок через блендер. Чеснок у нас готов. Теперь ждем, когда пройдет 10 минут и сварится наш соус. Тем временем прошло 10 минут. Открываем крышку. Соус еще раз хорошенько перемешиваем. Далее в соус отправляем чеснок. Еще раз перемешиваем. И теперь в эту массу отпускаем ранее ошпаренные баклажаны. Увеличиваем газ. Хорошенько все это делать перемешиваем. Посмотрите, какая аппетитная вкусняшка уже получается. Соус сразу опять начал кипеть. Закрываем крышкой. Устанавливаем средний огонь и засекаем ровно 5 минут. Все, друзья, прошло у нас 5 минут. Вот так у нас баклажанчики продолжали кипеть все это время. Отключаем газ. И теперь баклажаны можно отправлять в стерилизованные банки. Банки я заранее простерилизовала. Стерилизую в духовке. Отправляю в холодную духовку и прогреваю духовку до 160 градусов. Как только духовка прогрелась, с того момента засекаю 15 минут, в течение 15 минут банки стерилизуются. Крышки кипячу в сотейнике отдельно на плите. После закипания в течение 10 минут кипячу крышки. Дальше беру прям по ловникам. Вот установив вот такую воронку. Отправляю баклажанчики в банки. До полного наполняем вот так. И крышки, которые тоже простерилизованы у меня, закрываю. Кухонным полотенцем придерживая банку, так как она горячая, закручиваю крышку как можно сильнее. Все. Переворачиваю банку вверх дном. Точно таким же способом заполняю вторую банку. То, что у нас не поместилось в банке, я переложила в тарелку. Ну, мы это чуть позже продегустируем. Все остальное перевернув вверх дном, накрываем пледом теплым одеялом и оставляем до полного остывания просто при комнатной температуре. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Как это аппетитно выглядит. Две баночки литровые в итоге из такого количества ингредиентов. Плюс вот эта вот тарелочка. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать этот салат на нашем мукбанк канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите, еще увидимся снова.